Итак, лето начнется через раз, два, три. Эй-хей! О, наступило. Все, в Норильске 1 июня. А, вот они. Вон моя желтая малышка спряталась. Моя девочка. Вот ты, моя маленькая. Не выклитили со мной рюмки? Не хочу. Огорчать вас отказом. Опять начинается любовь. Но любовь, по-моему, не ко мне. Чуть! Можешь подвезти тебя в адель? Я работаю в адрес. А, я вообще-то думал, что ли начать в адрес. Это же нормально? Ночью, очередь, полно, стоили. Тут куча бессловная. Можешь переночевать в моем мини-вэйне. Серьезно? Да, это же отлично. Чего? Короче, света нету. Звоним. Здравствуйте. Вы позвонили в компанию, в рябке директора. Обращаем ваше внимание... Короче, три соединения с оператором по проблемам. Все разговоры с адресом. Нам очень жаль, что у вас проблемы. До свидания. Такая вот хера. Пацаны, хотите прикол? Сейчас, включаю. Где зарегистрирована Российская Федерация? Согласно источнику КОНТ, Российская Федерация частная, то есть карманная коммерческая ферма, Юридическое лицо РФ, Российская Федерация, официально зарегистрирована в Мировом Реестре Юридических Лиц, как коммерческая организация, исполнительным директором фирмы является гражданин СССР Медведев ДА. По-моему, все сказано. Аленушка, я люблю тебя, Ален. Я очень сильно соскучился по тебе. Я буду любить тебя всегда. Где бы ты ни находился, с кем бы ты ни был, я буду любить тебя всегда. Потому что ты моя очень хорошая. Я очень сильно люблю тебя, Ален. Стань моей женой. Я тебе обеспечу вот такую жизнь, которую все мечтают. Хочу здесь купить дом. Это в Краснодаре. Бухтайнал находится недалеко от Краснодара. Только у нас в Волгограде может такое быть. Красить землю зеленой краской. Готовимся к ЧМ-2018. Ну давай, что, чтобы разбой бросил. Офигеть вообще. Офигеть. Когда сказали, что чуть-чуть надо долить масло, да? Я же у тебя еще, блядь, спросил. Можешь ты ездить или нет? Я поэтому и не хотел. Что ты не хотел? Ехать. Ехать. Сначала летел, блядь, в сарай. Потом в камне, думаю, убьется. В бордюр этот. Сам живой хоть, а? Сам-то живой. Ох и дури марты. Ехать твою мать, а. Вася, какие вот дела? Вот смотри. Ну, епта, был только пять минут нормальный мотоцикл назад. Епта, епта. Епта, епта. Ох и скотина ты, Денис. Я же не хотел. Нет, я хотел. Ну, я же ты сказал, умеешь ездить. Я говорю, ну, обед и... Ну, ты ж газовал, что он так резко тебе, блядь. Ну, как не сильно, не хуйся. Я только отпрыгнуть успел. Не сильно ты, епта, твою мать. Седьмого июня 2018 года у Руша снежок лежит. Нормально, чёрт. Впереди, можно. Скоро грибы пойдут, ягодки. Круто. Блядь. Молодец. 83 08, квартира 8. Это ваш номер? Да. Телефон с тобой. Ещё раз повторите, пожалуйста. 83 08, квартира 8. Это номер телефона? Понятно, а что употребляли тени? Ничего, в общем, не кури, не пью. Занимаюсь боксом. Это я заметил. Ещё раз продиктуйте, я просто не совсем понимаю ваш номер телефона. 8 93 08 067 08, квартира 8. Это номер телефона такой ваш? Понятно. Тачка, огонь! Клиент приехал, говорит, руль за пластмасски задевает. Вот за вот эти. Как можно так ездить? Непонятно. А, 8 мая. Человек ездит в Москву на чемпионат мира по футболу. Так мне всё нравится. Так, а было как? А когда было вот так, мне не нравится. Так, почему? Ты видишь разницу? Нет. Ты видишь, как лежат в поля шляпы? Так. Это мне не к лицу. А, он узенький у него. Давай, Дима, не подведи, Дима, не подведи. Давай. А, 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 вправо, вправо, вправо. Дай тебе лебёдку. Лебёдку, лебёдку. Я всё это сделал. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. 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 Я на ковёру снимаю. Ха-ха-ха. Дайте поесть спокойно, блядь. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Трасса Нягань-Таллинка, 37-ой километр. Медведи гуляют. Где там всё? А, нет. Вон. А, о, понимаешь, нахуй, блядь. А, ха-ха-ха. У меня просто был парень, который очень сильно восхищался Анджелиной Джоли. И я подумала, что если я научусь краситься, как Анджелина Джоли, то он и мной будет восхищаться. Он меня бросил. Ха-ха-ха. А зато сейчас я встречаюсь с парнем, которому очень сильно нравится лавров. Чё делать? Ха-ха-ха. Блин. Ха-ха-ха. Так происходит у нас в работе. Ха-ха-ха. Что ты здесь занимаешься? Я где-то начатываю. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха. 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 Всем доброго дня. Астраханская область. Степь. Я сейчас хочу вам кое-что показать. Вот видите дорогу, да? А вот сейчас смотрите. Разметка прямо в степи. Я много чего видел, честно вам скажу. Мы кое в Перуе. Как говорится, это Россия. Водка Радуга с нанофильтром. Верхняя часть бутылки это нанофильтр, через который водка проходит очистку. Соответственно, что делать? Бутылочку надо завести. Создаем праздничное настроение. Оп. Музыка-подсветочка пошла. Сейчас светится. В ночных клубах будет бомба светиться. Дальше, соответственно, открываем. Начинаем наливать. Соответственно, звучит в очередной раз праздничная музыка. И с этим еще работает компрессор, который, соответственно, прогоняет водку через нанофильтры. Поставили. Музыка перестала играть. Пьем. Сережа, а она все время что-то такое говно естла? Она его еще и готовит. Валентина! С вешалки. И все пропало. Что пропало? Ну, она со мной разговаривала. А сейчас не разговаривает. Куртка моя. Как она с тобой могла разговаривать? Несколько слов она знает. Ну, это не знаю. Надо как-то на ее место ловить. Я не поймал больше. Не знаю. Куртка? Место ловить какое-то? Зачем? На вешалке, да. Ну, как-то, я не знаю. Может, что-то открывается у нее. Как она открывается? Я не знаю. Я язык моей Ленки из Тихена. Вот что ж, блин. Соседа сигарету мне принес. Да есть у нее сигареты, ему спички надо. Найк, нельзя. Никого больше не было, кроме одеяла и куртки. Музыка. 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 Сейчас хочет поговорить врач Морозов Никита. По профессии гинеколог. Принимаем дам любых возрастов. От 15 до 20 лет. Бабушки. Сильно маленькие дети не принимаются. Вот эти руки, они спасли сотни пёст. Вот эти руки. Две руки. У меня их две, понимаете? У меня есть еще нога. Я слышала, что они спасли эти руки. Сотни чего? Грёзд. Скажи. Привет. Привет. Башкирским. 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 Что? Башкир. Башкир. С кем? С кем? Пацанам. Привет. Башкирским пацанам. Привет. Башкирским сатанам. Сатанам. Двали. Башкирский пацанам. Двали. Башкирскийure�. как бы по-английски слово iphone я немецкий изучаю как по-немецкий будет iphone это но подумал если по-русски iphone как по-английски будет кто написал роман александра дюма три мушкетера ты смотрел мечтал не помню что написан нет ну давай вспоминаю роман александра дюма три мушкетера то написал только фильм смотрел честно написал не знаю а сколько сантиметров в одном килограмме такой вопрос сантиметров в одном килограмме 50 сантиметров 50 ты как считаешь не просто 100 смотри смотри сиди о спасибо ахпер снял конечно снял какой-то дом ну что вот и месяца не прошло с избрания инаугурации нашего любимого президента и чем мы видим 44 рубля 15 копеек за литр дизельное топливо летнее дизельное топливо которое в априори должно быть дешевле зимнего и она дороже стоит чем 98 бензин я такое ощущение что мы эту нефть не бесплатно из-под земли достаем там какой-то черт под землей сидит и нам эту нефть для забешенные деньги продает в арабских эмиратах видимо этого черта нет и там дизельное топливо и бензин стоит 15 рублей за литр я напомню в дубаях самом дорогом и элитном городе мира топливо стоит в три раза дешевле чем в комсомольске на амуре где стоит свой собственный нефтезавод здесь рядышком на сахалине эту нефть добывают перерабатывать что им еще от нас надо они уже дворцы шубохранилища свои все построили они уже на частных самолетах собак на выставке свозили войну поиграли ракеты на космодроме по запускали что еще надо у нас люди в кредит детей в школу собирают материнские капиталы обналичивают скоро хоронить в кредит будут вот где ты покажи где-то на ехал в какую сторону как тормоза у тебя могли отказать как ты мог вот сюда заехать ты где раньше на ком ты тракторе работал ты что ты так заехал на ну и чё ты на ты 40 вот так же ездил поворотом наху или чё блядь ты 40 тоже раком так ставил что ли добрый вечер меня зовут олеся с кем соединить а лесенка добрый день а можно со служба сервиса с мальчиками в общем такая у меня проблема я была на сервисе мне после того как после первого этого заменили фильтр у меня машине гамном воняет то есть я не могу включать и не печку не могу включать ничего и если у меня раньше в машине пахло новым мерседесом то сейчас у меня гамном воняет ргачкой то есть я хочу узнать причину что делать у меня как когда поменяли фильтры они практически новые нахрена было тогда их менять то есть я не моему не пойму причину то есть я не Я включаю, с мужем еду, он говорит, ты напукала. То есть, получается, я все время мерзну. Летом я не могу включить, сейчас у меня все время воняет, как кто-то напердел. Ну, вот такая страшная проблема. Это служба сервиса, нужно, значит, меня соединить, да? Как вас зовут, подскажите, пожалуйста. ИП Маркина, ой, Анжелика. Анжелика, дело в том, что, к сожалению, они у нас до 7 часов работали. Все, хорошо, я завтра перезвоню, спасибо. Вот что значит качество Mercedes. У Иландры просто нет двери. Мы протерли тряпочкой и поехали дальше. Вот что, капец просто. С сыном гуляли по заброшенному рту, нашли лужу. У меня просто лужа. В ней камни не тонут. Реально не тонут. Так, где вы взять камень? Он не тонет. Камни, которые не тонут, капец. Вода, в которой не тонут камни. Девочки, мои дорогие, если только вы заподозрили, вы начинаете чувствовать и понимать, что вы у своего мужчины не на первом месте, скажу вам так. Бегите куда подальше, как можно быстрее от этого человека. Не поменяется ничего, можете даже не ждать. Если мужчина сразу ничего для вас не делает, он не будет делать ничего потом. Он будет искать миллион отговорок и причин для того, чтобы не делать того, того, того и того. Просто бегите. Уважайте себя и оценивайте всегда ситуацию трезво. Мальчики, мои дорогие, если только вы заподозрили, вы начинаете чувствовать и понимать, что ваша девушка несет хуйню, скажу вам, въебить ей по голове как можно быстрее. Не поменяется ничего, можете даже не ждать. Если девушка сразу несет хуйню, она будет нести хуйню и потом. Она будет искать миллионы отговорок и причин для того, чтобы нести хуйню, хуйню, хуйню и хуйню. Просто въебите. Уважайте себя и оцените всегда ситуацию трезво. Да, пацаны, вы когда на диету сожил, садитесь, присаживали, вы когда на диете, вы когда покупаете это для сижения, вы когда с диетой... Этот, короче, смотри фильм, этот, трахнолинит, 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 что ли, короче, охраняет человека жизнь. Вот этот фильм, посмотри, 2000... Я ей говорю, не ломай диски. Вот эти мои диски, которые я покупала. Я ей говорю, не ломай диски. Она сначала все сломала, и вот эти крутые, которые в углу лежат, не увидела. А потом увидела и начала их ломать. Блин, ну, она даже гонки сломала. Нет, гонки нет. Блин, ну, она даже гонки сломала. Нет, гонки нет. А ты че, пленка сломала? Он шутил. Ты, Плач, ну, ну, я сломала. Затем, вот, хочу передать привет всем, маме, пацанам из Сербхо, пацанам из Камышля, Алине. Вот. Когда мама сказала, что я пойду в армию, стану взрослым, я все неправильно, мама. Смотри. О, я тебе говорю. Подожди, баллон еще возьму, бэй, баллон. Бэй, баллон. 45 рублей стоит литр итак сегодня у нас на обзоре лада приора с определенных ведомств скажем тогда и чем уникален этот автомобиль этот автомобиль имеет одну небольшую на мой взгляд серьезную особенность все знают что давно уже практикуются ввоз автомобилей с японии методом распила каких-то других вариантов но приору распиленную я вижу в первый раз вот он шов сейчас залезу под подъемник вот он шов и он идет ровно 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 по всему днищу приора распил а вы говорите блин запрет запрет у нас даже мусора ездят на распилах ребята друзья вот смотрите меня два кирпича один вот настоящий другой тоже настоящий сейчас посмотрим на реакцию пешеходов поехали франк 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 вот такая машинка в принципе сейчас пыль протру будет нормально пойдем перчаточкой ну что ну все нормально получилось да пиздец почему вот у тебя класс так нормально написал ебать у нас нахуй долбоебы вообще вписали 33 27 у меня у девки нас только 50 баллов только она больше всех набрала основные по 39 блять я ходил к репетитору год и все равно ничего не сделала блять вот ребят у кого есть знакомый который на стройке блять мне по-другому никак сука я пошел на стройку блять а я познакомиться подошел кушкина 41 там кафе лайф что такси это полиция ваще хоккей В смысле полиция? Этот! А ты полиция? Кто это такой? Как тебе? А-а-а! Ты что, не отвезёте? Ой, кеда! 40 литов. Ну, за срочность 50. У нас есть этот, как его... Здесь пост, поэтому мы пост... А, я думал, по счётчику только будет. Ладно, спасибо, хорошего дня. Днём победы вас. Спасибо. Счастливо. Да. Говорят, нет, не повезут. А? Первый раз? Давай. Ну, почти. О, пожалуйста. Ага. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Ты патент сделал сюда на него? Ха-ха-ха-ха. Хорошая вещь. Так это, знаешь что, то купиться можно, если дальше работать будет? Алло! Меня зовут Кирилл, мне 16 лет, ну, Худи Гуччи, 65, может быть, тысяч, где-то так, Тишка Ковент, 9800, штаны обычные, ну, H&M, не полтора, может быть, макс, ну, Кроссу Файт, вот с релиза, с последнего, ну, я брал за 35, сумка, прим, Full Winter 17, по-моему, брал за 5500, о, кошель Гуччи, сколько он стоит, 25, 24, ну, телефон смотрим, нет, чехол 5. Вот такие дальнобои у нас съездят на Газели, ни конца, ни края, ни длиннее, чем фура. Это город Волжский. Газель со спалкой, между прочим, ну, типа, как фермер. Обрати внимание, кручу рулем, обрати внимание на передние колеса. Аварийка работает. Выключаю аварийку. На картинке тоже работает. Выключил аварийку. Решили поехать поездом. Поездом из Будапешта в Прагу. Взяли самый дешевый, два билета с Росимов. Вот нижняя полка, верхняя полка. Кондиционер. Регулятор температуры. Будильник. Не знаю, что здесь еще есть. Вода. Ходит. Бесплатно. Внимание. Туалет. Это самый дешевый номер. Каждый номер в туалет. Тапочки. Закупная. Щетка. Мыло. Набор. Второй номер. Тоже вушные палочки. Раковина. Раковина. Двигаем в сторону. И у нас здесь душ. Не мать. Душ. Самым дешевым. Считай, это плоскатный поезд. Я пойду смотреть футбол. Бабушка, ну я же приехала. Ну и что? Что, что? Я же важнее футбола. А там симпатичный мальчик играет. Надоело фэнтези в играх? Наскучило однотипное средневековье? А как насчет постапокалипсиса, а? Тогда качай бесплатный онлайн-экшен Кроссаут. В этой игре ты можешь собрать тачку из сотен деталей, чтобы победить соперников. Новая фракция огнепоклонников уже приготовила для тебя десятки деталей, вроде гарпуна, взрывающихся колес и перемалывающих противников шнегоходов. Уничтожай врагов, грабь караваны, ищи ресурсы и доминируй. Качай Кроссаут совершенно бесплатно по ссылке в описании. И получай крутые бонусы. Продолжение следует...